У вильного народа от европизации глаза плохо видеть начали. Ребят, если честно, я вообще не знаю, когда у них со зрением стало всё плохо и с мозгами. Потому что, вспоминая своё детство, когда я занималась бальными танцами, мы ездили на конкурсы во Львов. Кстати, во Львове мы тогда заняли первое призовое место по стонарту. Но это не суть. И когда мы выходили из ресторана во Львове, там сидела молодёжь, пристёгнутая наручниками к такому самосвалу и мешала строительным работам. Какие были строительные работы? Правильно, хотели положить асфальт вместо брусчатки, вместо вот этой вот вековой, столетней, их известной, вот этой гальки, которая в Львове, там весь город и был вымастен. И вот смотрите, как интересно получается. То есть тогда это был, я не помню какой, 2005 год, по-моему, да? Ну плюс-минус. Люди боролись за историю, за память, за вековые какие-то традиции. И куда это всё делось? То есть тогда они за эту гальку пристёгивали себя наручниками, а сейчас они хлопают в ладоши и радуются, когда сносят памятники воинам, которые в Великую Отечественную войну погибли. Они радуются памятникам, которые сносят в Великой Екатерине Великой в Одессе, которые просто уничтожают историю и память в принципе, в целом. Ребят, а что же останется нашим поколениям, которые вырастут после нас? Вот я ещё помню эти моменты все, да, эту брусчатку. А если сейчас везде постелят асфальт, никто даже и не вспомнит про это всё. Почему вы за свои территории боролись, за свою память вы боролись, а нашу память на Восточной Украине вы похерили? Чё вам мешали эти памятники Ленина, я понять не могу. Вот вы их посносили в основной части Украины. И что, что изменилось? Вам полегчало? Для этого вам надо тогда просто уничтожить, убить всех тех людей, которые ещё помнят, которые остались. Вы этого добиваетесь, но давайте начните заниматься полностью геноцидом. В принципе, вам не привыкать. Вы этим на Донбассе занимались уже 10 лет. Вот, поэтому, ребят, у меня такое ощущение, как вам сказать, не знаю, то ли несправедливости, что ли, да, потому что коррупция в Украине, она помутнила разум всем. Вот эти доллары, вот эти евробумажки, вот это всё, оно настолько помутнило разум нормальным людям, что, в принципе, мне кажется, в правительстве Украины вообще не осталось никого здравомыслящего. Все продажные толстосумы, которые только и думают, чтобы набить своё рыло, вы посмотрите, в кого они превратились. Из вот таких вот худеньких мужичков там сидят кабаны двухметровые, вот такие вот 150-килограммовые, от плохой, бедной, нищей жизни. Всё для народа, всё для народа, только себе в харю. И я вам так скажу, у меня отец, он был взрослый человек, он был гораздо старше моей мамы, и он занимал такую, ну, должность в Донецке, немаленькую, скажем так. И вот когда его убрали, ну, я считаю, что его убрали, потому что меняли власть, начали следом за ним умирать все его друзья, которые были тоже такого зрелого возраста, скажем так. Почему это делали? Потому что вот эти все оранжевые революции, вот эти все перевызбранные, самопровозглашённые депутаты, молодые, письюнеты газированные, которые пришли к власти, им не нравился закон и порядок, они хотели строить своё государство, вот они его построили, посмотрите. Почему не нравится Путин? Потому что при Путине нельзя воровать, нельзя бабки, надо всё показывать. Ты хочешь работать? Работай, плати налоги и зарабатывай. Пожалуйста, рабочие места есть, условия есть, заводы, пароходы, всё есть. Будь человеком, будь честным, но нет. Кому не нравится Путин? Правильно. Только тем людям, которые не хотят зарабатывать честно, которые не хотят делиться с государством. Вот и всё. Поэтому, конечно, он будет плохим для всех воров, для всех, там, вот этих вот, извините, людей, которые пойдут по трупам. И ведь в Украине так и было. Заказывали людей, убирали людей, просто те, которые мешали, которые заслоняли им путь кормушки. И эта коррупция, это то, из-за чего у нас в стране, в Украине большие-большие проблемы. Продали всё, и землю, и мать родную. А ведь такая страна была, ребята, и чернозём, и пшено, и погода, и природа. И люди у нас в Украине были, человечные такие. Ну, сука, продажные, ну, корыстные, ну, меркантильные, ну, хитрожопые. Вот и всё. Поэтому только все в свою харю, только все в себя. Знаете, как говорится, чья хата с краю, та и горит первая. Поэтому, извините, у нас, у вас в стране сейчас приходит конец. Потому что каждый следующий президент после предыдущего был хуже, хуже, хуже. Разграбили страну, уничтожили всё, все ценности. Превратили вот эту вот европейскую херню, поставили во главе всего. И людям просто как этим, как этих, как это называется, ослов морковкой поманили. Поставили вот так вот им эту морковку. Евросоюз, НАТО, НАТО, Евросоюз, мы, европейцы. И они вот как стадо ослов шли за этой морковкой. Когда они оказались здесь, на территории Евросоюза, у этих ослов, блядь, упали все шторы. Они открыли глаза и всё, и поняли, что нафиг никому они были не нужны. И лучше бы надо было создавать своё сильное государство. Не стремиться ни в какие НАТО, шматы. Не зависеть ни от кого, не просить ни у кого ленд-лизов там и не воевать со своим братом. А просто объединяться и становиться сильнее, сильнее, мощнее. И не поддаваться на все эти американские доллары. Но мы вот такие вот, ребят. Вот так вот всё произошло. Поэтому концовка-морганцовка. И мнение моё не поменяется. Продали народ, продали земли. Разворовали, разграбили всё лучшее, всё хорошее, что оставалось, что было. А теперь страдают просто невинные мирные люди, которые, к сожалению, ни на что повлиять уже больше не смогут. Вот и всё, вот и всё. Это всё, что я хотела вам сказать. Просто у меня уже вот именно накипело, навалило. Вы меня все замахали с этими кастрюлями, с этими крышками, с этими утварью этой всей посудной, кухонной. Так что... Быть добру, товарищи, быть добру. Обязательно всё наладится. Но уже не у нас и не в этой жизни. Продолжение следует...